Рады приветствовать всех на нашем вебинаре Modus ETL для управления данными. Сегодня для вас выступит Юрий Королев, руководитель разработки и внедрения аналитических систем. Сегодня на вебинаре мы вам расскажем, как подготовить качественные данные для аналитики, как проектировать ETL-процессы в визуальном интерфейсе, как управлять данными при помощи Modus ETL, как будет развиваться продукт Modus ETL в 2021 году. Расскажу немного о нашей компании. Компания BI Pro – российский разработчик аналитических решений. Мы специализируемся на разработке и реализации проектов в области BI Big Data. Наше основное решение Modus BI – платформа для бизнес-аналитики, позволяющая собирать и визуализировать данные из различных источников, формировать отчетность и создавать прогнозы. Решения Modus BI включены в единый реестр российского ПРО. На этом передаю слово Юрию. Да, добрый день. Сейчас попробую расшарить экран. Елена, видно экран? Да. Окей. Ждать не будем, что-то народу не очень-то много. Наверное, я начну, да? Потихонечку. Да, я думаю, можно начать. План такой. Я расскажу про функции нашего продукта. Покажу два небольших демо. Сначала покажу ETL в целом и покажу новый интерфейс, который буквально сейчас выйдет в ближайшем релизе, который называется Workflow. Дальше расскажу пару слов про развитие Modus BI. И дальше традиционно закончим ответами на вопросы. Сразу скажу, что запись вебинара, ссылку на запись вебинара мы пришлем, так же, как пришлем эту презентацию, которую я показываю. Значит, наш продукт Modus BI состоит, в общем-то, из двух продуктов. Один, Modus ETL, умеет получать данные, умеет их готовить, причем умеет делать это быстро, качественно, много потоков. Мы работаем в парадигме ETL, хранилища и визуализации BI, поэтому второе наше решение отображает уже данные, которые подготовил ETL, которые сохранены предварительно в хранилище данных. Про Modus аналитический портал сегодня разговаривать практически не будем. Мы сосредоточимся на таком продукте, который обычно считают техническим, но известно, что в проектах до 80% трудозатрат связаны, собственно, с подготовкой данных. И существует известный парадокс, что, с одной стороны, как данные, с какими усилиями и с какими трудностями они подготовлены, это никто не видит. Все видят, собственно, некие уже готовые дешборды. И чаще всего, когда говорят про BI, фазу ETL, ну, как-то опускают. Говорят, что мы будем получать данные скриптами, мы будем получать данные такими-то инструментами, например, open-source. Мы решили пойти немножко другим путем и сделать совершенно отдельный инструмент, который узко заточен на получение, преобразование данных, подготовку их для аналитики. Собственно, этот инструмент мы уже разрабатываем более шести лет. У него есть определенные особенности, которые изображены на этом слайде, а именно, так как продукт традиционно исторически написан на платформе 1С, то у него есть, ну, и так как он использовался для получения данных из больших облачных 1С-систем, то он с самого начала имел нативные способы взаимодействия с 1С-учетными системами. Собственно, мы выпустили свой коннектор, это адаптер, который встраивается в 1С-учетные системы, который позволяет нативными способами, то есть теми же способами, что и получаются данные в самой учетной системе, это 1С-ными запросами, СКД-запросами, позволяет получать данные достаточно быстро. Собственно, вторая фишка, которая из этого проистекает, это то, что платформа 1С имеет уже готовые встроенные механизмы, которые можно использовать и не писать что-то свое. Как пример таких механизмов я чуть ниже покажу. Это создание рассылки отчетов. То есть с небольшой доработкой можно использовать готовый механизм из библиотеки стандартных подсистем, и это может сделать средней руки разработчик. Плюс нашего ETL – это то, что код у него открыт, его можно менять. И, собственно, для его сопровождения, для его доработки достаточно много специалистов на рынке. Собственно, когда мы столкнулись с достаточно большими данными и большим количеством источников, мы поняли, что те инструменты, которые предлагает 1С, не совсем для этого подходят. Поэтому мы разработали такой ускоритель, который написан на Go. Это такой MPP-язык программирования, который разработан в Google. Достаточно передовой модный язык, и на нем у нас разработан и агент, который позволяет многопоточно с управлениями, очередями получать данные. И на нем же разработан бэкэнд аналитического портала. То есть это достаточно, так сказать, универсальный язык, который позволяет достаточно много делать. Сейчас мы движемся в сторону low-code или no-code, чтобы можно было использовать интерфейс ETL людям, которые не особенно подготовлены. Сейчас мы, так сказать, где-то в середине этого пути. Мы выпускаем в ближайшем релизе базовую версию интерфейса Workflow, которая позволяет создавать обработчики данных без программирования, которая позволяет наблюдать за изменением данных, ну и достаточно быстро работает. В том числе, возможно, в обработчиках данных настраивать некие измерители качества данных. Это тоже, так сказать, довольно интересно, и мы будем это развивать. Есть такое исследование BI круг Громова. В 2021 году рассматривалось десятки российских BI, и наша система, собственно, прошла по номинации «Лучшая платформа по консолидации управления качеством на визуализации данных из множества разрозненных источников». В этом большую роль как раз в консолидации управления качеством играет ИТЛ. Как я сказал, наш продукт возник около шести лет назад, и сразу же, так сказать, мы решали задачи для довольно сложного проекта, в котором нужно было получать данные с двух тысяч организаций. И здесь на слайде представлен кейс о достаточно быстром получении данных о полумиллионе сотрудников, которые, собственно, в некой структуре облачная бухгалтерия, их учетные данные. И, так сказать, можно получить данные за полтора часа и обработать их примерно тоже за полтора часа, получив данные о начислениях полумиллиона сотрудников с горизонтом три года. В принципе, это уже шесть лет назад были такие достигнуты показатели. Сейчас на других проектах все еще, так сказать, работает за счет агента Go еще быстрее. Значит, так выглядит архитектура нашей системы. Слева мы видим разнообразные источники, как я сказал, в 1С. Это наша фишка получения данных из 1С. Но этим мы не ограничиваемся. Мы можем подключаться к любым с UBD, который имеет ADBC-коннектор. Язык Go уже имеет много настроенных драйверов, которые позволяют подключаться к источникам. Он позволяет работать с файлами, селект-подобными запросами, что, так сказать, унифицирует получение данных из разных источников. Достаточно часто мы сейчас используем веб-сервисы и предпринимаем попытки для унификации, для универсализации взаимодействия с веб-сервисом. Это входит в нашу дорожную карту 2021 года. И сейчас на некоторых проектах мы используем интеграцию с брокером сообщений RabbitMQ. В частности, с его помощью мы решаем задачи быстрого получения десятков тысяч файлов, получения обработки. Собственно, в ETL настраиваются правила сбора данных, в ETL настраиваются сценарии обработки, и вся информация складывается в хранилище, которое у нас сейчас мы поддерживаем, три типа хранилища. Это либо MS SQL и Postgres, либо хранилище уже на столбчатой базе данных. Когда данных становятся десятки миллионов, сотни миллионов, даже миллиарды, то здесь может справиться только столбчатая база. Вот в частности мы на паре проектов используем Vertical. В принципе, система может быть размещена у клиента, а можно ее разместить в облаке. То есть вот здесь представлен кейс, когда мы используем 1С облачную инфраструктуру, располагаем там ETL. Возможно использовать один ETL для нескольких клиентов, и поэтому в ETL есть специальные средства для разграничения доступа по проектам, так называемые по проектам, это, собственно, RLS по проектам. Можно данные хранить в том хранилище, которое расположено в облачной инфраструктуре, или настроить доступ и опционально использовать свое хранилище. Таким образом, ETL – это некий дирижер, который получает данные, но в облаке можно их не хранить, можно их записывать куда-то себе. Ну и, собственно, аналитический портал тоже может быть расположен в облаке и вполне нормально работать. Не так давно перед нами была поставлена задача исследовать масштабирование нашей системы, горизонтальное масштабирование. И, в частности, с точки зрения ETL, мы опробовали и вполне успешно параллельное получение данных с помощью нескольких агентов, каждый агент на своем сервере. Соответственно, это позволяет достичь достаточно высоких скоростей получения данных. Получаются миллиарды строк в час, и, по-моему, за три часа с помощью двух агентов можно получить терабайт данных. В принципе, это не предел. Можно это все расширять и ускорять. Есть еще куда наши ETL. Второе, как я сказал, для больших хранилищ лучше использовать уже с UBD, с MPP-архитектурой. В частности, отлично работает связка GreenPlan, которая используется для хранилища данных. Но так как GreenPlan не очень настроен на то, чтобы обрабатывать запросы сотен или тысяч пользователей, то если действительно с системой собирается работать сотни пользователей онлайн, то лучше, конечно, сделать отдельную структуру в кликхаусе, витрины. И, собственно, вот эта связка GreenPlan-кликхаус отлично будет работать для крупных предприятий, где нужно получать миллиарды записей, где нужно обеспечивать доступ сотням и тысячам пользователей. Ну, соответственно, по функциям я так быстро пройдусь. Понятно, что ETL имеет функции по сбору данных и по их трансформации, по управлению хранилищем данных. Некоторой фишкой нашей является то, что мы развиваем модуль стандартизации, категоризации данных. То есть это наиболее востребованная по опросам тема, это ДКМ и управление НЦИ, МДМ. Это две самые востребованные темы при подготовке данных. Соответственно, у нас есть в хранилище определенные универсальные структуры, в которых можно хранить любое количество справочников, любое количество мэппингов, которые, собственно, мэппинг – это сущность, которая настраивает трансформацию справочников из первичных в эталонные или из первичных в категориальные справочники. То есть мы храним в системе мэппинги, храним эталоны и храним правила связывания первичных данных с эталонами. Вот с помощью таких функций, как хранение, управление и использование, а использование – это, соответственно, мастера для настройки сценариев по обработке данных, мы получаем в результате стандартизированные, обогащенные данные, готовые для аналитики. Если говорить о хранилище, то хранилище можно мыслить как такую треузвенную структуру, три слоя. В первом слое обычно хранятся сырые данные с аудиторским следом. В ядре обычно хранятся нормализованные структурированные данные. И в витринах, собственно, подготовленные в терминах конечного пользователя данные. И витрины являются то, к чему подключается наш аналитический портал. Из процессов автоматизации, собственно, я покажу в интерфейсе, что мы сейчас движемся к тому, что все настраивать в удобных интерфейсах, где все отображается на диаграммах, где есть контроль работы тоже в удобных интерфейсах, где есть подробное логирование, где, собственно, обеспечены оповещения и рассылка на электронную почту, статус выполнения процессов. И вот есть достаточно много разнообразных сервисных, как мы их называем, возможностей. Это и выгрузка, и загрузка из файлов. Это интеграция с достаточно мощными кубами полематика, с которыми мы сделали пару проектов. И вот как пример того, что можно разработать на базе уже существующего в 1С, здесь вот приведена рассылка отчетов по расписанию. То есть как это выглядит? Собственно, в библиотеке стандартных подсистем уже есть функционал, который запускает процессы по расписанию, по списку e-mail'ов и готовит отчеты в достаточно большом количестве разнообразных форматов. Собственно, грех было этим функционалом не воспользоваться. и у этого функционала собственно нет возможностей получать данные из базы данных. Небольшая доработка позволяет это сделать. То есть вот первый пункт получения данных для отчета. Мы подключаем источник, подключаем правила выбора данных, собственно, запрос, и передаем в готовый функционал данные отчета. Соответственно, это выглядит так, что мы делаем такую как бы настройку сверху. Все остальное, вот это зелененькое расписание, форматы отчета, шаблоны письма и так далее, уже готово. И используя готовый функционал, прототип можно сделать буквально за три дня, довести его до ума за пару недель. В результате получаем механизм, который рассылает любые отчеты, получая данные из хранилища. В последнее время мы достаточно много внимания уделяем интерфейсам, чтобы ETL становился удобнее. То есть сначала ETL исторически так было, это вещь, которая была доступна разработчикам и немного доступна аналитикам, которые знали SQL. Сейчас мы поняли, что тренд развития это создавать интерфейсы, в которых пользователь может без знания программировать что-то настраивать. Поэтому мы эти интерфейсы делаем уже менее похожими на 1С, а больше похожими на веб-приложения, собственно, чтобы органично смотрелась наша связка ETL с аналитическим порталом. Соответственно, мы интерфейс несколько переработали, и вот, например, начальная страница уже выглядит так, на ней все, так сказать, минималистично, и есть все, что нужно для настройки процессов. Соответственно, то, что раньше было документом установка правил выгрузки, тоже преобразовалось, интерфейс несколько почистился, ну и будем двигаться в этом направлении. Собственно, сейчас мы прикладываем большие усилия, чтобы разработать интерфейс, который называется Workflow, который позволяет настраивать процессы, используя уже готовые шаблоны обработки данных. Их можно называть и мастерами по-другому настройки. И такой интерфейс позволяет создавать достаточно сложные по структуре сценарии, выполнять эти сценарии параллельно. Мы специально разработали механизмы, которые позволяют запускать параллельно, а, собственно, это ускоряет обработку данных. И в удобных интерфейсах выводится и лог выполнения, и сэмплы, и настраиваются некоторые характеристики по качеству данных. Собственно, я думаю, с этим интерфейсом мы прошли уже больше половины пути, и в ближайшем будущем мы не только сейчас UETL, Bukutec, Transform освоим и сделаем, ну, сделали, собственно, уже для трансформации удобные интерфейсы. Ну и вообще преобразуем UETL так, что он будет, что все можно будет настроить в одном интерфейсе универсальном. Собственно, давайте попробую показать, как выглядит наш продукт. Ну и расскажу сначала про основные интерфейсы. Собственно, сейчас мы видим начальную страницу. На начальной странице можно и настроить доступ к источникам, настроить сбор данных, обработку, и все это свести в некий UETL-пакет. Здесь же есть интерфейс, который позволяет контролировать последние процессы. Вот мы видим тут некий список. В демо-базе каждый час запускается получение информации для неких контакт-центров. Соответственно, мы можем, нажав вот такой контроль работы, посмотреть по последнему процессу, что именно получалось. И здесь достаточно подробный лог. Процесс состоит из двух стадий. На первой стадии подробно описано, как получались данные. Заняло это порядка 35 секунд. Получилось с помощью веб-сервиса 7000 строк. Они записались, система проверила, что запись прошла, передала на следующую стадию. И здесь собственно произошли два небольших шага. Удались данные за предыдущий день и добавились записи за новый. на это потрачено 13 секунд, на это потрачено 0,3 секунды. Соответственно, все достаточно подробно логируется. Если что-то пойдет не так, то на начальной странице мы увидим вместо зеленого значка красный. Здесь будет ссылка, которая позволит наблюдать за тем, как происходил процесс, посмотреть логи и разбираться у них. Если мы хотим настроить процесс, то все начинается с подключения к источнику. Как видите, здесь достаточно много разных типов подключения. Это 1s, Oracle, MS-SQL и так далее. Собственно, здесь же мы можем посмотреть для вот этих источников или приемников, тут и источники и приемники, посмотреть метаданные. То есть можно нажать показать структуру метаданных, увидеть некоторые таблицы и увидеть собственно некоторые поля. Эти метаданные мы собираемся серьезно развивать и так сказать отображать все больше и больше информации, в том числе в виде ER-диаграммы и так далее. Также метаданные для 1s источников позволяют скачать конфигурацию, которая есть на стороне источника и здесь возможно посмотреть прямо структуру всех документов, регистров и так далее, что достаточно удобно. Понятно, что ее надо периодически обновлять, так как база меняется, но в принципе если нет доступа к самой базе источника, то здесь можно ознакомиться со структурой данных с помощью закачанных ранее метаданных. Собственно для ускорения этого всего показа давайте я покажу сам ETL пакет, как он выглядит, то есть можно его вывести в виде некой диаграммы, которая говорит, что процесс стартует по определенному расписанию, это расписание достаточно широко настраивается, что процесс сообщает о своем завершении удачном или неудачном определенному списку получателей, и можно раскрыть этот пакет. Обычно он выглядит достаточно сложным, но здесь делаем примеры, поэтому здесь есть две основные стадии. желтенькая это состав выгрузки, это сущность, которая объединяет набор источников однотипных, их может быть сотни, тысяч однотипных источников, и правила получения данных. И на второй стадии голубенькая уже обрабатываются эти данные, как здесь нарисовано, получаются три итоговые таблицы. это видимо по-разному сгруппированные данные, по-разному подготовленные. Если мы хотим посмотреть, как данные получаются, то мы можем нажать на список источников и видим здесь пять однотипных баз, из которых данные получаются. И можно посмотреть само правило. Так как в данном случае данные получаются из 1С, то в правиле мы увидим несложный 1С запрос, который имеет определенные параметры начала, период, до конец. Параметры можно настраивать в достаточно широких пределах. Обычно они настраиваются на более высоком уровне, на уровне пакета. Но собственно можно настроить и на уровне, на котором мы сейчас находимся, а именно на уровне правила получения данных. Собственно здесь могут быть просто некие значения, например, здесь написано, что мы получаем данные с января 2016 года. И могут быть на языке 1С некоторые выражения. В частности, это выражение говорит о том, что мы должны получать данные до конца предыдущего года. Собственно, здесь достаточно много настроек по заполнению этих параметров. то есть, если мы хотим, например, заполнить данные помесячно, мы просто выделяем необходимые нам месяцы, говорим, что периодичность месяц, нажимаем заполнить, и вот мы видим начало и конец периода с января по август заполнились. То есть, есть удобные механизмы формирования так называемых пакетов, то есть, данные сначала получатся с одними параметрами, потом с другими, с третьими, с четвертыми. Обычно это все, конечно, учитывается в запросе уже, но когда нужно точечно получать данные, тогда вот настройка этих пакетов достаточно важна. Как мы видим, в запросе получаются определенные поля. Эти поля нужно записать в базу данных. Собственно, вот если нажать кнопку заполнить соответствие полей, то из запроса они поместятся сюда. Можно полям дать свои алиасы, то есть, кто любит все называть по-английски, пожалуйста, можно здесь назвать по-английски или наоборот назвать как более привычно пользователю. И система сама же предложит определенные типы данных. Они будут и в виде типов, которые понятны пользователю и в виде типов субэдэ, которые для выбранной базы данных хранилища используются. Если пользователь хочет, он может поменять тип данных и в эту таблицу, которая в данном случае уже создана. Но если она не создана, можно нажать создать и по этим полям создаст таблица. Кроме тех шести полей, которые мы видим, в таблицу автоматически добавятся определенные служебные поля. Эти поля настраиваемые, то есть есть режим заполнения служебных полей. Эти поля берутся из справочника источников, так называемый справочник. И обычно туда включаются данные. Из какой базы, из какой области, если это облачная структура, когда, то есть timestamp. И здесь можно какие-то свои атрибуты вставить, например, тестовая база, рабочая или архивная. И собственно получать данные уже с вот этим аудиторским следом. И это удобно и правильно для первичного слоя хранилища. Таким образом не будем сохранять. Таким образом набор идентичных источников по структуре, запрос, все это вместе составляет состав выгрузки. Состав выгрузки можно настроить, в каком режиме он будет работать. Чаще всего данные либо просто добавляются, если мы получаем что-то из одной системы, из другой совершенно системы, из третьей. Соответственно, только первый раз надо что-то записать, а потом просто добавлять. Но если данные сразу получаются из группы однотипных источников, то чаще всего используется скопировать и добавить. Это для безопасного обновления данных. Система делает пустую структуру на основании той таблицы, которая уже есть и заполнена. Для существующей таблицы присваивает суффикс даты и время, когда это произошло, и, собственно, получает данные в пустую готовую таблицу. Если что-то пошло не так, всегда можно данные восстановить, собственно, переименовав архивную копию в нормальную и работать с несвежими, но уж точно полными данными. На следующей стадии вступает в действие обработка данных. Собственно, данные из вот этой таблицы, которая начисление z в конце имеет суффикс, попадают в сценарий. Ну, и вот здесь открывается новая интерфейс, то есть раньше все настраивалось с помощью вот такой таблиц и шагов сценария. Раньше можно было и самому писать код, сейчас можно, а можно было уже пользоваться шаблонами. Здесь код уже закрыт и вот, мэппинг полей шаблон, который можно было использовать. Понятно, что этот интерфейс не особо прогрессивный, не особо удобный и, на наш взгляд, вот такой интерфейс более соответствует моменту. Собственно, пользователь располагает некие обработчики, внутри настраивает в удобных интерфейсах, что должно происходить в этом обработчике, но в данном случае из всей совокупности полей выбирает только те поля, которые нужны, настраивает условия отбора и так далее. И здесь же пользователь может настроить определенные характеристики для этого набора, для этого узла, которые, собственно, собирают некое превью в структурах специальных, где логирование происходит, и вот здесь мы видим некое превью, и собирают дополнительную информацию о структуре самих данных. То есть вот аналитик настроил для четырех полей, в частности вот одно поле experience, чтобы собиралась статистика. Эта статистика говорит, что в наборе всего около 2000 строк, что в наборе три уникальных значения, и мы их видим на гистограмме, да, нет и неизвестно. И также тут настроено, что, например, неизвестно, это означает, что это плохое качество данных. Соответственно, выводится красным, что данные не очень. Для начислений удержаний строится своя гистограмма, мы можем всегда какую-то часть этой гистограммы приблизить и рассмотреть более подробно с точки зрения сколько строк по данным. и тут, например, НДФЛ нам не нужен. Соответственно, его бы хорошо было отсеивать на предыдущей стадии, и поэтому вот здесь так настроено, что качество данных очень плохое. То есть, сюда в данных попало достаточно много мусорных строк, которые содержат НДФЛ. Ну и с помощью вот такого интерфейса можно настраивать обработку, знакомиться с данными, ну и какие-то получать предварительные идеи по ускорению процесса. Собственно, вот если мы блок выполнения посмотрим, мы видим тут времена выполнения. Соответственно, можно, так, тут процесс простой, около секунды делает первую стадию, там меньше секунд все остальные стадии. Но, соответственно, есть более сложный процесс, где много данных, и этот лог позволяет выявить узкие горлышки у процесса и преодолеть их. Собственно, давайте я настрою некий простой workflow. Для этого, так сказать, у меня есть такой готовый сценарий, который говорит, что базу данных, которые мы будем использовать, это база данных хранилища, который имеет тип msql. и, собственно, тут настроен некий проект, это то, что я говорил, RLS, то есть увидят только пользователи настройки вот этих сущностей, сценариев, пакетов, только те, которые имеют доступ к общему проекту. Перейдем в интерфейс workflow и сделаем такую вещь, то есть я расскажу и покажу, какие там данные есть, знаю, что данные повествуют о доходах и расходах, соответственно, есть два источника, один про доходы, другой про расходы и, собственно, мы сейчас получим данные из этих источников с помощью шаблона, который называется произвольная выборка. Собственно, мы берем источник, ищем по известным нам ключевым словам, я знаю, что это доходы, связанные с клиникой, соответственно, здесь выбрал из метаданных то, что связано с доходами, здесь выберу расходы и тоже это клиника и, собственно, дальше мы получим эти данные по доходам, расходам и с помощью произвольной выборки, которая, собственно, умеет объединять потоки, мы их объединим, но для начала мы настроим шаг предыдущий, назовем его доход и вот этот шаг расход. Они примерно подобные, поэтому будем их последовательно настраивать. Открываем мастер, видим тут таблицу, видим кучу полей, можем нажать перенести все поля, так как нам нужны данные только в определенных разрезах, а именно типу, источнику финансирования, CFO, году, это разрезы, и нужны данные по стоимости, то мы, собственно, вот эти данные сейчас получим. Здесь же можно, нажав кнопочку показать таблицу, увидеть, что живет в исходной таблице. Мы тут видим, что есть данные сгруппированные уже по источникам финансирования CFO и годам, причем данные тут за два года, 2019-2020. Соответственно, здесь мы хотим, чтобы стоимость была более определенная, а именно так как тип дохода мы присвоим а-ля с доход. И, собственно, здесь можно посмотреть запрос, который уже система сформировала, но это, так сказать, для продвинутых людей. Можно проверить этот запрос, посмотреть, что он вернул. Он вернул то, что мы ожидали. Тут данные за два года по доходам. Здесь же можно настроить правила отбора данных. Например, мы хотим получать данные только за один год. Так и напишем. Хотим данные за 2020 год. Перейдем на вкладку настройки, проверим запрос. Ну, уже видим, что тут сплошной 2020 год. Этот узел мы настроили. Аналогично настраивается узел, который по таблице, который с похожей структурой, только там тип уже расход. Ну, собственно, оставляем только то, что нам нужно. Переименовываем это в расходы уже. Отберем данные только за тот год, который нам нужен, а именно 2020. Выбираем поле, говорим равно. Тут операторов достаточно много, и они могут и по списку работать, и по лайку, и так далее. Ну, собственно, проверим, так сказать, зрительно запрос. Да, 2020 год нужны нам данные вроде бы будут получаться. Проверим, что это имеет место быть. Видим, что получаются. Сохраняем. Ну, и дальше нам нужно объединить это все в одну таблицу. Так как я уже знаю, что эти данные сгруппированы нужным образом, то они могут, собственно, по определенным измерениям объединяться. Ну, и, собственно, в этой таблице мы будем доходы минус расходы прибыль считать. Открываем настройку. Здесь уже настроена левая таблица. Мы должны добавить правую таблицу. Так как правая таблица живет вот в узле расход, это тоже временная некая таблица, то мы ее добавили. Сразу же выберем поля, которые нам нужны. а нужны нам вот эти поля из таблицы доходов. Сейчас пощелкаю вот так. Так. Переместим это поле, чтобы оно внизу было. И нужно поле расход. Здесь другой таблицы. И настроим здесь связи таблиц. мы видим две таблицы. Мы перетаскиваем одно на другое. Вот. Здесь я, к сожалению, не переименовал, оставил некий шаг 8. Это неудобно, можно переименовать, но не суть. Здесь мы попробуем настроить условия связи. По умолчанию здесь left join и просто кидаем поля однотипные на однотипные. соответственно у нас получаются условия, которые идут в запрос. Собственно мы получили уже нечто с чем можно работать объединенное. И тут немножко можно написать некий оператор, а именно я знаю, что там не по всем строчкам есть расходы и соответственно там, где мы имеем нул, это будет превращаться в ноль. Ну и собственно вот это же выражение мы можем использовать для расчета прибыли. Опять не те буквы. прибыль. Ну и прибыль понятное дело рассчитывается из поля доход минус это выражение расход. Здесь нужно для нового поля специфицировать, сказать какого это типа. Соответственно вроде бы мы настроили то, что так сказать сжойнет данные из двух таблиц ну и посмотрим запрос. Ну вроде бы тут все нормально. Сохраним эти данные и дальше мы хотим сгруппировать собственно эти данные и ну и можно сгруппировать сразу двумя разными способами что такой у нас получился как бы паучок. то есть мы получаем из двух ветвей и в две ветви группируем обрабатываем. Одна группировка будет группировать по полю цифло другая группировка будет по году данные группировать и хотим все эти вещи записать в приемнике. Для каждого делаем свой приемник. и настраиваем группировку. Видим какие поля здесь есть. Как я сказал мы хотим чтобы данные группировались по цифло и хотим чтобы это были доходы расходы и прибыль. Соответственно функция суммирования выбирается. вроде бы здесь группируются по цифло и получаем нужные поля. Сохраняем. Вторая штука с группировкой подобным образом настраивается. Здесь уже мы хотим группировать по году. И добавить сразу три поля. поставить для них агрегатор. Наверное имеет смысл чтобы этот агрегатор в сумму устанавливался автоматически. Опять же посмотрим что получилось. Вроде все нормально получилось. И сохраним этот узел и настроим куда мы хотим получить эти данные. Данные относятся к клинике и год. напишем. Сформировался некий скрипт который создаст таблицу из предыдущего шага. А здесь данные собственно по ЦФО. Что-то в этом роде назовем. Сохраним. Значит вроде бы все готово. Данные по доходам и расходам фильтруются по определенному году 2020 объединяются с помощью вот этой штуки считается прибыль и дальше группируются по ЦФО году. Запустим процесс на выполнение. Вот у нас шаги сразу появились и процесс вроде бы выполнился. Чтобы убедиться что он выполнился мы посмотрим что же у нас живет в приемниках. да видим данные по ЦФО доход расход и одно минус другое. И то же самое так сказать в группировке по году. Здесь видим что данные за один год получены. Ну и вдруг мы передумали не хотим за один год что это за безобразие будем получать все данные. Соответственно тут просто галочку снимаем и по расходам та же самая манипуляция снимаем галочку говорим дайте нам все данные которые есть. Запускаем процесс он собственно пытается отработать отработал и здесь убедимся что данные несколько изменились видим уже здесь два года ну так же можно быстро все это преобразовать это уже практически конец можно скажем данные сгруппировать по источнику финансирования все все это дело достаточно быстро доизменяется подписываем что здесь уже источник финансирования приемник сам переконфигурируется запускаем это хозяйство правда таблица у нас называется нехорошо КЦФО но пусть так называется мы с вами знаем что там будет по уже источнику финансирования тут бюджет ОМС и так далее данные по клинике поэтому примерно так ну собственно вот мы достаточно быстро из кубиков которые являются произвольной выборкой джойном по сути и группировки получили в приемнике нужные нам данные дальше эти данные можно подавать на вход другого нашего продукта аналитического портала собственно мы уже близки к тому чтобы я рассказал про развитие нашего продукта вот здесь на такой нехитрой схеме обозначены основные так сказать ключевые реперные так сказать точки то есть все они примерно про две вещи первая вещь это связанная с юзер интерфейсом с дизайном с селф сервисом слоу-кодом то есть все что облегчает понимание пользователя другие вещи сосредоточены на производительности например гибридное хранилище которое мы будем развивать и на проектах тоже оно связано как я говорил с MPP базами данных в этом году мы уже освоили вот эту стадию масштабированности отказоустойчивость и оба наши продукты собственно можно параллелить и добавлять столько наших продуктов сколько необходимо для проекта ну и собственно функции вот для ETL здесь не все функции но две важные это рассылка отчетов по расписанию сейчас в достаточно крупном проекте мы это делаем и шаблоны для веб-сервисов мы замучились делать для разных веб-сервисов на настройки и решили все-таки что-то сделать универсальное это не всегда возможно но так сказать примерно мы уже понимаем какие сервисы бывают и сделаем шаблоны то есть можно будет выбрать шаблон 1 шаблон 2 шаблон 3 и уже аналитику без участия программиста настраивать как данные будут получаться и за 6 лет много чего устарело в частности мы сейчас другой наш продукт аналитический портал изменяем с точки зрения фронт-энда рефакторинга кода изменения технологического стека и производительности мы будем двигаться в направлении новых технологий и развития продуктов по современным тенденциям собственно если есть вопросы готов на них ответить тассу я вроде бы закончил посмотрю есть ли вопросы да как ни странно вопросов нет тема либо очень понятно объяснена либо пока не созрели еще слушатели вопросов но тем не менее мы открыты для так сказать этих вопросов можно посылать на почту можно связаться с нашими консультантами и собственно подробнее поговорить про продукт и про то как можно в пилотном проекте или просто попробовать поюзать некий вариант нашего продукта собственно давайте об этом расскажет Елена которой я верну слово и она так сказать по этой теме пояснит да коллеги мы благодарим вас за прослушивание нашего вебинара и как сказал уже Юрий ранее мы готовы ответить на ваши вопросы если они у вас появились или появятся в будущем по поводу нашего продукта и по поводу управления качеством данных сейчас в чат моя коллега отправит форму для консультации вы можете ее заполнить и с вами свяжутся наши эксперты также вы можете написать дополнительно лично Максиму Иванову это директор по развитию компании Хандисофт свои вопросы либо ватсапе как вам будет удобно либо на вашу почту мы рады видеть были вас на вебинаре и хотели бы чтобы вы присоединялись к нашим мероприятиям далее мы также рассказываем не только про ETL продукты но и про пользу и проблематику бизнес-аналитики в каких-либо различных направлениях допустим финансы HR производство логистика спасибо я думаю что на этом все вопросов если нет всем спасибо до скорых встреч да спасибо всего доброго до скорых встреч